можете морду посмотреть счастливую такую фоточку сделали друзья просто бомба а главное как они летели как они на нас смотрели как на равных это главное не нервничай вот спокойно вот космочки море блестит прямо по курсу корабль я тоже увидел молодой диппин что ты скажешь я скажу что я наверно счастлив сегодня здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видоспорта этот ролик называется полет за счастьем вот там идет хорошая погода мы съездили на машине посреди что она хорошая а был вот этот вот ад и мы сейчас быстренько из этого ада хотим хорошую погоду идет дождь придется взлетать в дождь может ли плане взлетать дочь может ничего в этом сверх особенного нет у нас возрастет процентов на 20 взлетной дистанции к этому нужно быть готовым но северный ветер который дует компенсирует нам скажем так эту проблему поэтому может сказать что взлетаем как будто ветра нет ну и набор будет не такой быстрый как хотелось бы ну в остальном проблем никаких топлива на борту 35 литров выпускаю мотор закрывать на минус 5 закрываем тачку готов готов запускаю мотор на старт ну что ж я готов взлету хорошо Хорошо, сейчас главное в дождь не упопасть дальше, я держу повышенную скорость из-за того, что крылья мокрые, ну и уже на самом деле воду сдуло, хороший профиль, отличный. Идет дождь, все никак не уйдем от него, я без высоты не хочу прыгать в соседнюю долину, а это дождь только усиливается, зараза. То есть, вам казалось, что все здесь наоборот, хорошая погода пришла, а тут, оказывается, погода хорошая как бы ушла на свободу, хорошую погоду. Эй, 4 микротоплива, и вот вам счастье. Сейчас моторчик уберется, так и держи скорость. Хорошо. Моторчик убрался. Так, я взял ручку. Закрывай топливный кран. Закрыт. Хорошо. Питание, тумблер. Хорошо. Вот тебе ручка. Я тебе закрылок ставлю на 5, и вот под этим облаком будем пытаться парить. По крайней мере, это очень интересный опыт и для меня. Да. Друзья, так получилось, что это крайний наш день полетов, и будет обидно, если мой ученик не полетает, прям до слез обидно. Поэтому вместо слез, вот вместо этих капель, мы имеем облака, под которыми будем сейчас пытаться держать высоту, летать. По крайней мере, нам дают 2-3 часа хорошей погоды, потом она используется окончательно, даже здесь. Но пока вот мы стараемся, видите. О, аэрометр даже иногда плюс показывает. О, о, о. И сейчас мы посмотрим на тот ад, откуда прилетели. Сделай правый разворот, кружочек, и, может быть, увеличь скорость, чтобы набнуть под облачность чуть-чуть. А, вон он, наш Абды. Ну, там дождь идет, у нас дождь идет в долине, представляете? Недалеко, вон оно совсем, это 15 километров. Но здесь можно летать, как вы видите, а там нет. Обожаю, обожаю эту местность, друзья. Я просто счастлив, что здесь летаю, потому что, казалось бы, совершенно безвыходная ситуация, уже все приуныли. Я даже приуныл. А потом мы решили проехаться вот оттуда, по дорожке, доехали, ну, примерно до этого склончика. И увидели, что солнце идет. Быстренько назад. Выкатили планер, пошел дождь, под дождем стартовали. Ну, и вот, парим, летаем. Вот, как это иногда бывает. Главное желание, да? Видите, как красиво внизу какой-то тоже городочек такой. А-а-а! Кайф! Летать это всегда хорошо. Капайло, это кадра слева, что скажешь? Я счастлив и нем, и только немного завидуешь тем, другим, у которых вершины еще впереди. Да, я тоже иногда завидую. Я сам себе завидую. Если бы мне кто полчаса назад сказал, Волков, ты полетишь сегодня? Я бы сказал, вы дураки. Давайте спорить на, там, 100 евро. Ну, и это нереально. Вот, видя небо вокруг, видя прогноз. Ну, прогноз давал эту микродырочку. И он не ошибся. Вот мы в этой микродырочке парим. Сейчас мы еще на маршрут слетаем вот туда, в сторону Люра. И гиги-гиги-гей! Представляете, а вчера мы летали весь день, долетали там 6 часов, и как бы такого счастья, как сегодня, все равно не было. Потому что вот это счастье, такого запрет, не запретного плода, а, как ты понимаешь, что невозможно. А невозможно и возможно. О! Кайф! Держится мой ученик, смотрите. Летает под кромочкой, вот, парит. Сейчас немножко напарится, потом пойдем гулять. Вот это облако мне нравится. Мы, наверное, туда потом так летим. Как вы видите, летим по прямой к вот этому облачку. С левой стороны, видите, как низко лежат облака на каком-то хребтике. Сзади продолжается дождь в нашей долине. Он не прекращается. Паркур тоже весь в дожде. Получается, вот только в западу и в сторону долины Викероны окошко погоды какой-то нежданно прекрасный. Чего вот слева над шабром облака низкие, мы туда не пойдем. А ровно за шабром с юга стоят два хороших облака. Вот мы как раз под ними наберем и посмотрим, может быть, дальше вот гряда ведет на сторону запада. Может, туда слетаем. Там видно, что кромка выше и выше. И по прогнозу она была аж 2-300 метров. Вот сейчас у нас две. Это все надо исследовать, друзья. Это все надо, видите, все. Дождь не вышел, не высох, а мы уже исследуем. Мы дождем шабр. Буквально недавно его поливало достаточно прилично. И ветер сейчас практически штиль. Вот видите, облако мы над этим облаком пролетели, а под это облако подлетаем. То есть, какая разница значительная в кромке. Прямо по центру летит вещь, где у него максимально высокая часть будет оптимальна. Вепер показывает себя просто прекрасным планером. Дождь взлетает великолепно, лучше, чем Принцесса. У него профиль более такой приспособленный, не критичный для дождя. И вдоль воду сдуло, не было застойных зон совсем. Ну, пошли какие-то нолики. Приближается облако. Многие пилоты делают ошибку заранее. Ручку тянут вот. Еще не дойдя до потока, уже типа сейчас вот я уже буду набирать. Не, а тоже дождаться, пока будет такой ласковый пинок. Воздух нас обнимет теплый и понесет нас к облаку. Ну-ка, где воздух теплый? Кс-кс-кс-кс-кс. Ну да, если не будет воздуха теплого, это будет обидно. Давай чуть-чуть. Прой-ка я возьму чуть-чуть. Возьми. Значит, смотри, в этой ситуации что логично сделать? Попробовать, во-первых, пройти вдоль этой конструкции. О, здесь сразу только поворот пошел. Пошло дело, отдал ручку, все. То есть я нечаянно нашел тебя поток. Ты потом будешь говорить, что я в себе не знаю? Нет, это просто было некое стандартное решение. То есть вот, попробовать. Да, есть. Друзья, представляете, было бы очень обидно, потому что я был на 99% уверен, что поток под этим облаком есть. Представьте, какой был бы облом, если бы не было. Мы бы, конечно, справились бы. Но это было бы удар по самолюбию. По самолюбию это у нас присутствует. Однако. Текущая наша обстановка ничем не поменялась. Только что у нас высоты несколько больше стало. Продолжаем набирать. И будем думать о возможных путешествиях. Главное, что есть энергия. Есть потоки, есть энергия. Это, конечно, кайф. Когда планер летит не за счет двигателя, который у него только для взлета, но и за счет энергии восходящих потоков. Что ж, друзья, посмотрите. Мы набрали очень удачно. И, по сути, везде облака ниже, чем мы. Я обманул насчет 2000 метров. На самом деле, только сейчас 1770 метров. Но все равно хорошо. Лучше, чем ничего. В нашей долине продолжает идти дождь. Я вижу, что там не поменялось. Как бы то есть сол таки идет. А мы летаем. Давай-ка, наверное, правый 180 градусов попробуем по вот этой линии. То есть, по сути, по дну этой долины, над которой мы сейчас находимся, гряда из облаков, уходящая дальше. Ну, попробуем немножко попутешествовать. Что, мы же планер, мы должны гулять куда-нибудь. Прямо по центру долины, видишь, цепочка облаков. Так и пойдем, правее на 20 градусов. Туда куда-нибудь попутешествуем. Сейчас можно спокойненько прямо. Вот там перепрыгнем рептики. Там как раз на юго-западной стране будет поток, видимо. А так, друзья, вот мы летим. Классная, конечно, безумно красивая погода за люром. Видите, там облака реально, кромка сильно выше, чем у нас. У нас сейчас 1500 здесь. Ну, кромка 1700. То есть, что интересно, чем дальше на юг, тем сильнее погода. И вот, может быть, мы туда еще сместимся, в зону хорошей погоды. Почему бы и нет. Вот так переползаем мы потихонечку в деревья всякие. Я взял сейчас ручку. Там действительно тяжело дальше будет. На южную сторону хребта надо попытаться перевалить. В любом случае. И в той системе уже дальше ковыряться. Хватит нам высоты перевалить? Или не хватит? Скорость 120, плывем. Закрывочек нормально? Да, 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 да. Видишь, у нас все-таки погода похуже, поэтому почему бы нам не использовать место, где погода получше. Но опять же, это интересно. Впереди гора Люр. Я думаю, что мы сейчас под эту кромку вот здесь наберем. Просто мы сейчас на северной стороне хребта. А вот она. Немножко динамиком, я думаю, что... Да, и ветер-то южный уже здесь. Надо понимать, что... Что слева у нас слева не так красиво, как справа. И, видишь, красивая гряда уходит вдоль хребтала. Поэтому задача А выбраться над хребтом и здесь найти все-таки поточек. Как мы, собственно, на том хребте тоже не прямо над вершинкой набирали, а где-то... Молочка симпатичная, нет? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Главное, что мы хребет перевалили. Это самое главное. Эх! Прокачиваю. День. Да, уж иди, иди. Ну что ж, друзья, как выглядит свобода? До сих пор не растаяли капли дождя. Вот мы перебрались на южную сторону хребта Люр. И, как вы видите, здесь намного лучше погода и намного выше кромка. Наши рекучая высота тысяча девятьсот шестьдесят пять метров. Кромка будет где-то две сто. Ну вот, две четыреста нам сегодня обещали, но обманули. И мы уже на, скажем так, дальше равнинная часть начинается. Альпы, собственно, на хребте Люр почти закончились. Дальше пошли небольшие, более низкие горки. Сейчас вот Либерон вам покажу. Вот здесь еще можно держаться. Вот мы тут с самых низов выпариваем. И вот плата Валенсоли сейчас крыло показывает. Дальше хребтик, который вот там где-то бенон. А Люр у нас красавчик. Люр, даже море видно, кстати, смотри. Вот продолжение. Вот крыло сейчас на Люр показывает. О, и море видно. Влестит. О, какая погода волшебная сегодня. Мы продолжаем набирать. Здесь у нас какой-то планировочек рядом с нами. Ну и в таких красочках осени вот так выесеять. С учетом того, что в нашей долине жена позвонила, сказала, что дождь продолжается. Это, конечно, просто какой-то подарок. Подарок судьбы и настойчивости. Потому что... И мотора. И мотора, да. Это точно. О, коллега прилетел, друзья. О, а под нами облако. Смотри, видишь, вот эта зона как раз конверденции, где две воздушных массы, наша с севера и вот эта с юга сталкиваются. Вот как красиво получается. Вот, друзья, над облаком практически. Вау. Конечно, обожаю такую погоду. Ну, сейчас немножечко дальше в сторону моря пройдем. Мой глазастый ученик, друзья, взял и увидел море сейчас. Представляете, ну не только море, он еще какой-то корабль на нем видел. Не знаю, корабль я не вижу на море, но море вижу. Сейчас вам попытаюсь показать. Больше я здесь набрать не могу. Надо вообще пробиваться на светлую сторону. На сторону света. На сторону света, да. Вот, на горизонте блестит. Можно, а так бы так... Камера, зараза. Вот сейчас по рулю. Давай по рулю, а я попробую стабилизировать камеру. Даже не немножко вниз. Вот, достаточно убирать лен. Вот, друзья, вы видите, на горизонте отсвечивает море. Надеюсь, вам видно. И там есть корабль. Хоть тюрпейте, корабль не вижу. Я вижу, вон прям... Прямо... Ну ладно. Вот прям на море летим, на самое большое облако на районе. Ты учти, там справа, вот, есть... Ну, далеко до нее, там есть этот... Вот, блин, у дьявола. Военный аэродром. Оранж. Ну, пока нам неинтересен. Мы можем вот под этими галочками пролететься. Ну, и надо будет думать о возврате домой, потому что у нас же еще и... Да, у нас. Помнишь, 4 часа там... Да, у нас. Наш аэродром превращается в тыкву, по слухам. Так-то здесь смотришь, какая может быть тыква. А так вот и может. Да главное, не нервничай. Вот, спокойно. Вот, космочки, вот. Сейчас, как ты до них дойдешь, ты еще до потока не дошел. Заранее, нет. Нет, я просто закрыл, убрал с минус 5. А, с минус 5 в ноль поставь сейчас. И спокойно на нас 120. Да, вот сейчас еще, еще, еще. Капай на 5 поставишь, только когда пойдет подъем. И подъем будет в Беливме. Плата Валенсоли осталась слева от нас. Скажем так, вот оно. Море блестит прямо по курсу. Корабль я тоже увидел. Объяснил мне такие. Уже второй вижу. Ты второй видишь корабль? А вот там целый порт, по-моему, более... Представьте, какое зрение у человека с этой высоты видит порт. Крутить будем левую спираль. Левую, потому что мне фоточки надо сделать. Есть, команда. Ну давай, покрути. И крен такой не очень большой, чтобы... Я как раз... Пощупать. Да, пощупать и фото, ну, видео удобно, чтобы крыло в кадре было. Вот сейчас, закрутий, закрутий. Уже сейчас уже не до видео. Крути хороший поток. Вот, вот оно. Друзья, ну, смотрите. В такую погоду встретить, там, 3 метра в секунду, это... Это же просто праздник какой-то. Кто бы мне сказал, что мы сегодня будем так летать. Это, по-моему, один из лучших гей за неделю. Ой, кайф какой. Офигенно. Бомбически. До 5 метров заброс. О, ну, сейчас стрелка, как назло, вниз пошла, она была. Уж поверьте, друзья, мне вас обманывать смысла никакого нету. Ну да, сейчас там тот край, а ты туда и протягивай чуть-чуть. Вот сейчас чуть меньше крен сделай, протяни. Вот видишь тот край. Солнечная ветерина, классика, работает. Вот, стрелка пошли. Вот она. Эй, 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 давай, 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 давай. Ай, вот уже 4, 4, 4, больше 4. Эй, 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 высота 2200 метров, друзья. И вот с этой высоты мы, что интересно, долетаем до дому. Ну что, еще немножко пройдем? Ну давай. Сколько времени? 15-13. Ну давай еще 15 минут и домой, потому что в 4 наш аэродром в тыкву превратится. А так и не верится. Кажется, что можно так летать вечно. Ну давай еще один переход в сторону моря. В сторону моря? Да. Там аэродром военный. Военный, он справа далеко. Убирай крен. Пошли, опускай нос. Нос опускай, разгоняйся, чтобы... Вот так быстренько, да. Чуть левее. Левее, 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 левее. Да, вот так, да. О, все, вот таким курсом. Вот тут, друзья, военный аэродром. Видно полосу оранж. Вот, мы к нему не приближаемся. Прямо по курсу облака. И вот здесь мне что сильно не нравится, кромка ниже метров на 200, чем мы. Поэтому я принимаю стратегическое решение все-таки развернуться. Давай-ка разворот. Не пойдем мы дальше. Это не я с цикло, а я осторожник. Потому что нам до дому хромать и хромать. И вот это облако, которое мы только что набирали, по сути, дает нам максимум высоты, на которую мы реально долетаем до дому. Нам не хочется же домой на моторе лететь. Убирая крен. То есть и время, 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 цигель, цигель. Алюлю. Алюлю. У нас в 4 часа на аэродром приходит какая-то буля. Мы не хотим садиться в дождь. Поэтому, знаете как, везение, то, что природа дает, это хорошо, но надо же быть и иметь какую-то совесть природную. Поэтому мы возвращаемся под наше гостеприимное облачко. Сейчас доберем максимум и поплывем в сторону нашего аэродрома. Чем удобен навигационный компьютер? Тем, что, видите, у нас прямо прилетели к тому же самому месту, где набирали. Ну, в принципе, сейчас, видите, нам даже и набирать-то особо не надо, потому что мы практически под кромкой. И, смотрите, в этом месте ничего нету. Ищи тогда. Можем, знаешь, как немножечко влево пройти вот там, на западный край этого облака. Время у нас еще есть немножечко, вот. Ну, кромочку надо добрать обязательно. Вот эти вот 50 метров обязательно нам они очень пригодятся. О, звонок. Ну вот, добрали мы 80 метров. 2300, 2400 у нас высота. И, кстати, мы здесь больше не можем, потому что... The airspace, да... Начиная разгон. Видите, закрылок до 5, переставил. Опускай нос. И правее на 20 градусов. Вот так, да. И пошли. Только что, друзья, звонил друг, который находится в селе. Я ему сказал, что мы над горой Люр. Он дико удивился. Говорит, у нас же дочь идет. Говорит, я знаю. Все, вот этой высоты там, по идее, хватает долететь до аэродрома. Сейчас я сориентирую нашего штурмана. Так, правее на 20 градусов. Тогда мы будем четко лететь на аэродром. Да, 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 вот так. Я тогда вот ставлю, на что же это все. А, хорошо, да, все, встать. Полетели прямо на аэродром. Друзья, вот дорос мой ученик до того, что начал задавать, давать отдельный умный совет. Он говорит, товарищ капитан, какого юха мы летим вот там через дыру, когда можем лететь под облаками? Он абсолютно прав. Бери ручку. Я согласен. Под этим облачком пронесемся. Единственное, нам придется на скорости лететь под ним, потому что мы войдем его сейчас в его кромку. Во-первых, это будет красиво. Давай я пройдусь. Давай. Эх, пошли им. Я пока поснимаю. Да, поснимай, включай камеру. Сейчас, друзья, мы, конечно, не совсем оптимально летим с точки зрения долета до дома. Наверное, надо было плыть на минимальной скорости. Но тогда бы не было красивого контента огня, согласитесь. А как же мы вас оставим без этого контента? Поэтому мы подлетели к большому жирненькому облаку, которое, по крайней мере, под ним, пока мы будем лететь на большой скорости, мы не будем снижаться. Наверное. Ключевой вопрос, наверное. Смотри, мы здесь набирали, оно тоже... Да, но мы, видишь, здесь кромка ниже. То есть у нас было 2 400, а сейчас 2 200. Поэтому, собственно, с точки зрения набрать энергию, нам это облако ничем не примечательно. Но с точки зрения красиво под ним пролететь вот так с криками эгэгэй. Это вот эгэгэгэй. Эгээй! Ну и нолики, видишь, придерживает. Вот сейчас вот на эту грядочку. Вот потом вот есть срединное облако. Вот оно, которое нас тоже придержит. Да, это, в принципе, оптимальный вариант для перехода дальше. А дальше мы покатимся по наклонной. То есть у нас каждое следующее облако будет чуть ниже, но мы снижаться тоже будем. Так что все хорошо. Вот, друзья, какой красивый долет до дому. Ныряем? Ныряем, да. Потому что будет в игре красиво. Во-вторых, обход это увеличение дистанции. Мы сейчас за счет... Я закрыл тебе на минус 10, переставляю, 150. Мы сейчас, конечно, за счет качества немножко потеряем, но зато нас под облако придержит. И получится в сумме то на то, чем это облако обходить. Опять же, повторю, это же красиво. Ну, это вообще... Мы же Контент Огонь снимаем. Полет в нелетный день. Ну, а скажи, вот сегодня, да, допустим, под облаком реально были места плюс 5, да? Ага. И вот влететь в такую штуку на 150. Никаких проблем. Вот если ты влетишь в желтом секторе, да, будет обидно. Но и то. Ну, оно нормально. Оп. Эть. И так же продолжаю. Видите, друзья? Стрелочки вверх, можешь чуть-чуть скорость уменьшить, да. И теперь, оп, носик ниже. Видишь, как получилось каким-то таким мультиком. Да, но интересно, что там громко чуть ниже, чем здесь. Получается, здесь такой карманчик вышел. Вот, друзья, следующее облако. И дальше я вижу нашу долину. Стой-ка, я вижу нашу гору. Даже солнце, кажется. Может быть, даже отменяется тыква. Повезет. Может, еще полетаем. Здесь уже прям золотая осень внизу. Смотри, как красиво. Такие красные, желтые деревья. Все, сейчас сбрасываю скорость до 120. Дальше будем опять плыть. Ну и вот курс впереди облака на шабре. Слушай, тут прямо набирай. Да? Не, набирать мы тут не будем. Давай дойдем до дома. Прямо, прямо шабр. Но дом закрыт, то есть там видно, серо свечен солнцем, а дальше мрачно и муторно. Мы можем под облака подойти, вот эти прямо по курсу, под ним бы набрать. Это помнишь, вот мы перед всем этим путешествием там набирали? Ну вот то как раз самое дело. Да, и потом будет влево на 10 часов сейчас облако висит красивое. Потом туда перелетим. Просто сейчас не спешим, так бы до дома могли быстро довисеть, не думая. А так еще немножко полетаем, повисим. Слушай, ну вот там нету. Очень коротко. Энергия точно здесь есть. То есть потянуло, то будь здоров. Да. Вот где-то должно идти. Вот, может здесь, может на запад чуть протянуть. Я пытаюсь. Потому что потом мы следующее, что сможем взять, это вон облачко, до него долетим, но будем уже очень низко. Ну хотя бы 100 метров здесь. Во, видишь? Вот. Да, так бы бросили и все. Друзья, мы сейчас продлеваем наш полет, потому что наша идея с тем, что наш аэродром превратится в тыкву, оказалась упаднической, перестраховочной. Ну мы же за безопасность топим. Мы и так сегодня взлетали в дождь. Выбрались мы достаточно высоко и можем продолжить наш полет под облаками. Чуть-чуть левее. Попробуй вот пощупать вот эту линию. Да. Стеночка работает немножечко, может что-то дает. Домой мы все равно успеем. В нашей долине светит солнце. Ну, как вы видите. О, видишь, какая хорошая линия? Работай, работай, наслаждайся теплым осенним денечком. Видишь, что эти потеплело, как у меня даже нос не мерзнет, как вчера. Вот это вот результат встречи двух воздушных масс. Никаких проблем сейчас нет, то есть проходим все эти ущелья и так далее. Сейчас влево чуть-чуть, да, а вот видишь, облачко висит на его более плотную сторону. Может там еще повисим немножко. Друзья, потихонечку вот наша долина, наш аэродром подкрадываемся к дому. Пытаемся висеть на остатках облачков, которые плохо, но работают. То есть видите, сейчас с ноликов движемся. То есть такой у нас медленный, спокойный. То есть мы на долете, мы можем сейчас повернуть, прийти на аэродром метрах на 400. Но мы же не хотим туда быстро. Мы хотим по максимуму понаслаждаться этим волшебным днем, который совершенно мы себе высидели из ничего. Понятно, что можно было подождать, пока вот так солнце придет в нашу долину. Но тогда бы нам осталось меньше времени для полетов, потому что облака уже перестали работать. То есть мы практически, мы уже какое облако в проходе, мы почти ничего не набираем. Но, и мы опять же можем, если сейчас можно летать, мы соответственно это сделаем. То есть мы рассчитывали на прогноз, прогноз в принципе соответствовал действительности. Единственное, что не соответствовал, соответствует сейчас, что обещал он, что в 4 часа дня у нас будет кирдык на аэродроме. То есть будет дождь, там апокалапсис. Нам апокалапсисом не пахнет. Влево на 45 градусов, 90. Да, вот под облако, которое вот... уже в сторону аэродрома. Нет, не сдавайся, не сдавайся. Страшно, товарищ командир, горы не идут. Не важно. В горы можно всегда войти. Вот сейчас вот этим облаком я тебе даю ведь 90% что ты возьмешь классный поток и сможешь еще набрать кромочку. Так что поборись еще, поборись. Я с удовольствием. Как-то лягушка с лапами в этой сметане. Сметану, масло сделала и все. Вот так и ты сейчас. Раз, масло и наверх. Видишь же, плюсик. Сейчас все будет. Чуть-чуть левее капельку буквально. А что в ключе? Попробуй побороться на ноль. Кружочек, да, в нуля повисеть. Почему бы и нет? Ну давай, левый вираж, потом поищем более сильную часть этого потока. Ну сейчас хотя бы ноль пощупаем. Все нормально будет. Это самое, я уверен, самое, можно сказать, интересное сейчас наступает. Сколько тут, вон, за рептички, вон, 10 часов. Противникнут. Противничка. Режу. Они же пузырь крутят. Ну я вижу, как автомат. Сейчас мы этот пузырь возьмем. А они думают, что-то они там крутят по своему плану. Да не, не бывает такого. Видишь, а ты говорил, А вот птички, а ты мои хорошие. Ах, мои курочки. О, и какой поток хороший. Не смей птичек меня бежать. Друзья, знаете, какой шикарный поточек нам, птички. Они, давай, я тебе могу больше сказать, что они нас сейчас уделают в этом потоке как щенков. Это не в легкости дела, они у них, они могут крутить меньшим радиусом. Вот. И сейчас. Там, где мы 150 метров выкручиваем, они все это дело берут значительно меньше. О, еще одна прилетела. Тут реальная сходка, друзья, мы попали на сходку птичью. Не тянет так хорошо, кстати. Лучший поток на районе. Вот это мне нравится больше всех. Так, а мы, кстати, нарушаем. Мы крутим, а, вот верхняя крутит, как мы. Ах ты, мой хороший. Прям, ты куда, куда ты не туда поворачиваешь? Куда? Змей. Ну, ничего. Ой, с птицами, друзья, всегда интересно летать и всегда весело. Вот. Видите, верхний альфа-самец уже достиг нашего уровня. Вон он, видите, даже сейчас, думаю, что на ближайшие виражи он нас уделает. Мы на контрспиралях, они правую крутят, мы левую. Так, в принципе, нельзя, но с точки зрения видеосъемки это намного эффективнее, это даже лучше. но тем более мы с ними все равно не можем один радиус крутить. У них скорость километров 80, а у нас 100. И у нас размер все-таки не птичий. Вот, смотри-ка, пока мы держимся. Они нас, конечно, уже почти уделали, но я сжав так сказать в кулак всю волю со скоростью ну, 2 метра в секунду not so bad. На, что? Врешь? Не возьмешь? Мне кажется, он нам позирует. Смотри, какой красавчик. А-а-а, unbelievable. Здесь, 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 Сейчас, поближе. Вот это подарочек. А главное, спокойно, они нервничают. Обычно еще птицы бывают нервничают, начинают там клеваться, плеваться, погадить на фонарь, например, какая-нибудь типа заходит. А эти нет, смотри. Ну, что это белая хрень никак набрать не может. поднялись ну, смотри, мы кромку взяли. Слушай, это первый раз за всю историю, когда птицы меня, можно сказать, не уделали. не уделали. Да, потому что обычно, когда так встаешь, потому что это ленивые какие-то орлы, понимаешь? А может, просто, может, да, они тоже, типа, ну, ладно, дадим фору этому чемодану. Вот, смотри, сейчас рядышком пройдем, вот, полез в облака. Ты посмотри на этого орла. Вот он, смотри, 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 красавчик. А-а-а, волшебство. Волшебство, друзья. Привет. О, здорово, чувак! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой. И сейчас мы парим на хребте, то есть, домашней долине погоды, как вы видите, нету. Ну, там низкие облака висят, нерабочая погода. А вот здесь у нас рабочая. И мы наслаждаемся общением с орлами. Мы сделали совершенно потрясающее фото. К сожалению, видео не получилось. Ну, то есть, видео получилось, что-то на видео будет, но фото, на фото мы попали в замечательную ситуацию, где-то стаи орлов, просто с нами летело параллельно достаточно длительное время, и мы на минимальной скорости планер километров там 8,75 летел, и удалось запечатлеть этих орлов. Совершенно потрясающее зрелище. Я до сих пор пребываю в глубоком восторге от этого, и просто отдыхаю сейчас, наслаждаюсь тем, что, как резвится мой ученик, как молодой дельфин. Молодой дельфин, что ты скажешь? Я скажу, что я, наверное, счастлив сегодня. Видит, счастливый человек. Я соглашусь, что такой дель бывает. Ничего сверхъестественного, но очень красиво. Можете морду посмотреть счастливую. Эх, такую фоточку сделали, друзья, просто бомба. А главное, как они летели, как они на нас смотрели, как на равных, не как, ах, опять локи на своем пластике летаете, а вот, чуваки, ну ладно, набрали с нами вместе, эх, берем в стаю. Вот, и нас взяли в стаю. В стаю куда-то улетела, правда, но мы тут развлекаемся, продолжаем получать удовольствие от возможности летать не жужжа мотором. Уменьшает скорость до минимума. Вольный срыв. Запаршютировали. Все-таки мы его обгоняем. Какой у баблока змей. О, вот сейчас хорошо будет. Смотри, я вывесился. Осторожно. Ой, 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 вывесился. Друзья, мы нашли обещанный кирдык, который должен был прийти к нам на аэродром. Уже времени, это уже шестой час. Попробую увеличением вытянуть. Вот он, друзья. Вот это радуга прекраснейшая. Видимо, она кирдыком считается. Ой, очень красиво. Действительно идет дождь, полоса дождя оттуда. Но видите, погода ровно на где-то час-полтора опаздывает. И мы, к счастью, можем еще немножечко полетать. Сейчас я вам покажу, я взял ручку, где же аэродром, ну не аэродром, а домик Клауса Ольмана. И рядом горный аэродром, на котором можно на самолете приземляться. Представляете? Не просто как у меня три километра до аэродрома еще ехать нужно, а прям вышел и приземлился. Ну вот смотрите, вот полоса зелененькая. Вот она сейчас крыло показывает. Оп! Вот. И вот его избушка там. Вот оно. Вот, друзья, смотрите. Все как есть. Красотища. Оп! И рядом вот такой склон. Причем Клаусу принадлежит довольно большая территория этого холма. Ну то есть он выше своего домика все выкупил на чуть ли не на полкилометра. Для того, чтобы сделать большую-большую солнечную электростанцию, когда захочет. Ну пока еще не захотел. Только собирается. Давайте еще разочек на место для счастья. Вот оно. О! Вот сам домик. И рядом с ним полоса. Немножко меняем дислокацию. В чем смысл? Дело в том, что начинает дуть северный ветер. И вот у нас вот эта линия высоких облаков и хорошей погоды по сути в некотором роде линия конвергенция. То есть здесь есть энергия, здесь есть подъем. А если посмотреть назад в нашу долину, там ничего хорошего нет. Ну а оттуда уже начинает дуть северный ветер, который вот эти все эффекты устраивает. А на хребте Люр дует южный ветер. А где-то здесь место с полным стилем. Но чтобы вы понимали, вот ветер 355 градусов 2 км в час. Но это ни о чем. А то, что такие кадры пропадают. Да. Пошел сам к этой башне, говорит, да, я разочек пролечил мимо башни. Я как-то расслабился, думаю, ну и что, а тут такие кадры красивые. Я думаю, что это надо снять. Друзья, мы идем на посадку. У нас у меня встреча с одним хорошим человеком, который летает на свифте. Вот. И мне придется сейчас... То есть мы могли бы еще, наверное, повисеть. Ну, на самом деле, наверное, недолго, но мне кажется, полет надо заканчивать тогда на такой позитивной положительной ноте. Вот сейчас, наверное, наипозитивнейшая нота. Да? Ничего. Красивая башенка. Вот мы сейчас относительно него немножко снизились, но зато пройдем сейчас там рядышком, рядышком со склоном. Я проверил, здесь проводов нет. Самое главное, чтобы провода не натянуты будут. И потом можно так, смотри. Ю-ху! Обожаю такие полеты. Ю-ху! Скучно, да, скучно. Сейчас будет весело. Ну что? Курсный аэродром? Курсный аэродром. Ага, шутки шутками, но вовремя. Вот дождик, друзья, идет заряд, и он совсем недалеко, он как раз в нашем городке, в этом мы серьезно где живу. Когда огород уже поливать не нужно, поливает. Так что мы вовремя заходим на посадку, это совершенно нормальные условия, как вы понимаете. Там дождик, на некотором удалении, даже, в общем, просто добавляет некой дюбинке заходу на посадку. Мы на аэродроме, слабый с северо-запад ветер, ну, что и неудивительно, что я говорю, что все эти эффекты связаны с затоком холодного воздуха, который вызвал вот эти катаклизмы, вызывает вот эти дожди, видите, там поливает. И самое, конечно, страшное, что он вызывает, вон, посмотрите, какой ужас старит. Вот там, далеко, в районе паркура, там вообще черным-черно. Ну, у нас не черным-черно, у нас все замечательно. И мы заходим на посадочку. Так как мы все посмотрели, мы вообще на аэродроме сейчас одни, никого нет. Клаус улетел на какую-то конференцию на самолете в свидании, а мы тут полноправные хозяева аэродрома. Можно сказать, что шарика повысили до начальника аэродрома. Ну, если так можно выразиться. Ну, и давайте, друзья, что ли, посмотрим, как наша ДГшка может выполнять а-ля афганский заход. Мой друг Жак ждет нас на аэродроме. Вот где-то стоит около ангара, судя по всему. Да, он разбирает свой планер, на самом деле. Самый легкий планер в мире. Как вот там, перепелятник. Американский планировочек. Шикарный. Я про него обязательно сделаю ролик. Все. Выкидываем шасси. Сейчас проверяю скорость. Выкинул шасси. Закрыл окно лендинг. Сразу интерцепторы полные. Ну, и высота у нас, конечно, избыточная. 1200 метров. То есть, мы сейчас значительно выше, чем должны были быть. И, конечно, планер наш не снижается. Ну, давайте попробуем поскользим. Не хочется, конечно, с закрылком только скользить так, чтобы скорость была высокая. Ну, там, до 150. В кадре, смотри, не вышибает пока индикатор скорости. А вот снижение растет прилично. Слушай, как хорошо ДГ-шка скользит. Прямо сказка. Нитка раком. О, зашибись. Ладно, перехожу на нормальный полет. Действительно, я не превысил скорость, которую не хотел превышать. Так, хоть если закрылок не становится на 55 градусов, как на Принцессе, но, в принципе, помогает значительно. И вот я по дуге, как вы видите, не как обычно там прилетаю к самому краю полосы, а приходится такую дугу делать достаточно большую. Проверяю скорость, вспоминаю, что ветер попутный, соответственно, мне важно все-таки не перебрать с высотой. Но уже вариантов других нет. У меня надо по дуге на полосу заходить. Я зайду нормально, судя по всему, прям чики-пики. Скорость 120 на заходе больше, чем мне хотелось бы. Оп. Нормально у меня. И я поместился. И даже не долетаю, поэтому немножко убрал воздушные тормоза. О, видите, как хорошо получилось. 105 я держу сейчас. Не трогаю интерцепторы. Лечу, 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 90 скорость. Скорость 80. Оп. Ну, это не козла я сделал, друзья. Это у нас реальный аэродром качковатый. Касание у меня было мягенькое, то есть все красиво. И теперь задача на вот этом планере подкатиться. Я провел, что гидравлический тормоз присутствует. Подкатиться поближе к ангару. Оп. На принцессе-то я, знаете, какой катун хороший? А здесь катун из меня еще такой начинающий. Но между тем мы быстро приближаемся к ангару. И главное теперь не западать в планер коллеги. Оп. Оп. Я думаю, что Жак хочет, чтобы мы помогли ему разобрать как раз самый легкий планер в мире. 70 килограмм вот это чудо весит. Сейчас мы его быстренько расстыкуем. Самый легкий планер на планете Земля. Смотрите. Оп. Эй, 70 килограмм всего, друзья. Мы вдвоем Серегу его поднимаем. Смотрите в следующих выпусках на канале Мечта летать. Вот такой, друзья, получился совершенно спонтанный ролик. Я бы не подумал бы сегодня взлетает дождь, но мы, что нас ждет совершенно волшебный полет. Всегда нужно брать видеокамеры. Звук, к сожалению, в этом видео будет посредственной потому что писал я напрямую ногу про десятую они на микрофон он свой внешний но посмотрим что будет то будет в любом случае получилось позитивненько до новых встреч глубоко уважаемые любители верных вида спорта до новых замечательных роликов а